МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мои любимые, мои любимые, кушать хочешь? Какой лимит же тогда? Я когда-то спросила, ну где-то на Кавказе, там зажгли телевизор, значит, включили, там интервью дает дедушка с бородой, такой, который овец пасет. Ему этот спрашивает, ну как это? Дальше лучше будет. Вот и так. Дальше еще хуже лучше будет. Европейский Союз заседает, овациями встречают Зеленского. Весь зал встал, Европарламент. А он маленький и, говорит, бумажки нету, не успел написать. И он так хорошо говорит, да? Спокойно, без понтяна, без этого. Спокойно, умно, сдержанно. А потом выступил огромный дядька. Я так поняла, что он думу возглавляет, или кто-то там такой огромный. Заплакал. Тоже без бумажки говорил. Иногда делал так. Весь парламент встал. И овации. И тому, и другому. Дорого они за овации заплатили. Еще не заплатили. Еще у меня, ты знаешь, да, эти... В инстаграме от моего имени теперь у меня инстаграм. Я не знаю, что это такое даже. И утром разразилось. Во-первых, что я сдриснула из России. И плюс финансирую украинскую армию. Это история про 10 тысяч долларов, которые вы... Это неправда. Ну как ты... А как я их перешлю? У вас нет никаких вообще соцсетей сейчас. Да я не овладела интернетом. Понимаешь? Я еле этим телефоном овладела. И то он меня доводит до истерики. Вы получаете угрозы в связи со своей позицией? Ну я же не в интернете. Все угрозы, как мне адвокат сказал, там. То есть вы этого ничего не видите? Нет. По телефону не звонят? По телефону не звонят. У вас сейчас будут спектакли? Вот я боюсь, первый хлеб, из-за которого была вся эта вонь, вот как бы его не закрыли, потому что тема-то война в Донбассе. И даже не столько в Донбассе. Я играю бабушку, у которой внук контрактником ушел нафиг. И вроде бы на Донбасс. Она все перепутала и думает, что в Чечню. Но погиб. Погиб. Еще я боюсь, вот из-за того, что спектакль антивоенный. И спектакль, в котором этот Ренат Ташимов, молоденький татарин из Екатеринбурга, он сформулировал те смыслы, которые сейчас бьются за то, чтобы быть услышанными. И войны эти, и бабушки, которые теряют на войнах своих, родных внуков. И то, что называется у нас гей-пропаганда. И кладбище, которое срыли, а там лежали. Там лежали герои Великой Отечественной войны. Их срыли, затоптали. Поставили пекарню и ларек, где продается по утрам, у меня такой текст, паленый коньяк. Ларек. И там, там лежат герои. И это моя Нурия говорит, простите, герои, что я по вам топтаюсь. Вот вам дань уважения. И коньячком плюает эту землю, в которой лежат воины, победители, герои. А нет этого диссонанса. Вы играете этот спектакль в Государственном театре. Появилась вдруг Министерство культуры, оно время от времени ошарашивает. Ещё с времён Медынского. Что должна быть цензура, которая должна следить, чтобы наши театры транслировали только традиционные ценности. Но не сформулировано, в чём состоят традиционные ценности. Но, слава Богу, видимо, восстали все режиссёры. Все, кого только мы уважаем и любим, лучшие их спектакли, и тихо, пока отозвали, будут совещаться. Но после этого точно убьют традиционными ценностями русский театр. Не, я даже про другое. То есть театр-то государственный, и государство, и государство, оно уже одно и то же. И получается, что вы всё равно с ним сотрудничаете. Или вы так не смотрите на это? Я сотрудничаю со своими зрителями по всей России вплоть до Благовещенска. И туда, вплоть до Калининграда, Эстонии, Литве, Латвии. И на севере до Архангельска. И на юге до Тбилиси я. Я и там играла. Вот это, это мои зрители. И я им транслирую то, что я считаю важным и нужным. И то, что мои режиссёры считают важным и нужным. Надо просвещать, утешать и перевоспитывать. Думаете, это работает? А как же? Ничего не напрасно. Я думаю, вообще культура спасёт мир. А более никто. Танки и байроктары. Байроктары. И беспилотники. Это очень страшная вещь. То есть культура будет сильнее? Всегда. Всегда. Культура всегда будет сильней, если ей не будут навязывать ту цензуру, которая была при совке. Когда на полках лежали великие произведения великих кинорежиссёров. Когда закрывали великие спектакли. Или требовали цензуры и на свой лад резали тексты, чтобы это было удобоваримо для цензора. И цензор это было самое страшное, что могло висеть над театром, над кинематографом, над литературой. Не буду сейчас говорить, кто были среди этих цензоров. Думаете, что запретят? Ну, адвокаты были, следователи были, уже на нас сербы приходили. Ты не представляешь, что было? Ты можешь себе представить. Свинком ходили вокруг современника, свинком похороны современника. дальше он в телевизор просто в наш. Этот серб, глава их, Гоша какой-то, вот, он сказал, что у них особый метод есть, они его опробовали на театре ДОК. То есть, бутылка, там говно, фекалии, и туда что-то они добавляют, какую-то химию. сидит в зале и в самый нужный момент он открывает эту бутылку и идет фонтан на зрителей. И они разбегаются. И он этим вам угрожал? Он этим угрожал, не мне, а театру. Но другой потребовал, там показывали этот, другой блогер, в очках такой мерзавец темных, он потребовал, чтобы забрали звание народной артистки. Это старуха, вот так он говорит, которая уже никому не нужна, волосы седые, а у меня паричок, чисто седые волосики. Чего только было, ты не представляешь. Вам страшно? Нет. Почему? Ну, а что бы, пока же никто убить не грозится. И самое главное, что лежал донос от ветеранов войны, это ты знаешь, какие ветераны, те еще ветераны. Тоже я разобралась. У Бастрыкина откуда следователи были в театре? У вас в смысле уехать не было никогда? Никогда. Куда я уеду? Поздно, Рита, петь боржом, когда печень отвалилась. Куда я уеду? И зачем я уеду? Пусть они уезжают. Мне некуда уезжать. Хотя были предложения уехать. Мне написала Олечка Карачи. Давайте быстро, Лея Меджинна, мы вас быстро перевезем. Быстро. Не бойтесь, только надо, чтобы ваш кот весил не больше десяти килограмм. А он такой, я смотрю. Он крупненький, да. То есть, если бы кот похудел, пришлось бы ему худеть, чтобы... А я видела в метро люди. Вот те, которые прячутся от этих наших танков. Эти люди в метро сидят. Ой, женщина пожилая вот так сидит с кошкой или кот, не знаю, и гладит его, и плачет, и гладит, и плачет. Собаки. Кто-то мальчик с собакой. А вот эти, которых депортировали, я не поняла, в каком городе они стояли. Ничего, жить негде, ночевать негде, кушать негде, в туалет не ведут, и стоит маленький мальчик, и у него щенок с завернутого одеялка. Что с ним сейчас? Где он? И эти люди, которые бросили свои дома, так ужас. Катастрофа. И сидят в метро целыми семьями. с бабушками, с дедушками, с собачками, с котами. Там ночуют. Я видела, кто-то палатку поставил. Без лекарств, без хлеба. Хлеба нет. Вам сколько, три года, да, когда война началась? Вы не помните, как она началась? Нет, этого я не помню ничего. Я помню после войны. меня отправили к дедушке с бабушкой в Харьков. И в первый класс, только первый класс я там прошла и потом к папе с мамой поехали. Меня забрали. И когда я сейчас вижу, как горит Харьков, и как идут танки, я не могу. Я это пережить не могу. Жгут Харьков. Это такие страшные кадры, которые, ну, я думала, что это может быть только в каком-нибудь фантастическом кино. Или когда показывают Великую Отечественную войну. А Киев, Киев, это великий город, прекрасный, доброжелательный, красивый. И гастроли в театре там. И этот Донбасс у меня, наверное, с 23 лет. За Крым. Это Крым, это ничего лучше в моей жизни не было, потому что был железный занавес этот. И никуда. И самое вот такое высокое, что могла получить молодая артистка, это либо наш дом отдыха, актер назывался, или как-то я забыла, ее зовут, но фамилия Цепцюк. И весь тюз летом, когда не моя очередь, и мне не дадут путевку, то тогда мы ночевали... Ольга Хведоровна, вот как, Цепцюк. Мы ночевали в ее домике. Иногда мне доставалось, что не внутри, потому что по очереди, а под тутовником. И просыпаешься, весь черный в этом тутовнике, а ночью вот такой звук. Это ежи идут, она им молочко ставила. это лучшее, что было. Суки. Страсть Господня. Дальше вся Украина, это же гастроли и в тюзе, и в современнике, и со своим спектаклем. Я играла с Богданом Ступкой. Ой, мы играли Гоголя с ним. Он Афанасий Иванович, а я Пульхер Иванович. И мы играли в театре Франка, и это так трогательно. Во-первых, битком-зал, и каждый раз он мне говорил, смотри, ты должна сказать здравствуй, сцена, а то провалимся и текст забудем. Испокон веков там не было этого, ненависти к русским, и теперь мы это поимеем. Страшное дело, мы напали на нашу любимую Украину. Мы на Киев напали, я забыть не могу этот Киев. Всегда старались поехать, когда сирень цветет, весь город в сирене. Роскошный город, сколько там счастья было. А Иван-Франковск, а этот Львов. Мы обожали эту Украину, это был такой подарок, поехать на Украину с гастролями. И все большие хорошие коллективы ездили туда. Это было как счастье такое. И сейчас находятся артисты, которые там снимались. Ну мы же еще там снимались, там же у нас фильмы. Снимались там, играли на этих сценах, и которые сейчас рот не откроют, чтобы защитить. Я не понимаю этого. А артисты боятся, чтобы работу потерять? Нет, некоторые совершенно осознанно считают, что надо защищать власть. Власть в опасности. Есть они и мы знаем их имена. Вот я к ним и обращаюсь. А что они должны сделать? Они должны рот открыть. Не в защиту власти, которая им дает какие-то преференции, которую они так полюбили, а в защиту Украины. Это украинцы с нами воевали и лежат там по всей Европе. Мой первый стих, который я выучила, это было после войны, я пошла в первый класс. Рано утром на рассвете, когда мирно спали дети, Гитлер дал войскам приказ. У всех у нас там друзья и в Киеве, и в Харькове, которые сейчас бомбят, и когда показывают эту картинку, горит Харьков, и роддом разбомбили, и показали теток, которые там рожают в подвале, в каком-то страшном подвале. Люди гибнут, дети гибнут. Такие кадры показывают, но это не может быть враньем. Гармаш из Херсона, я представляю, у него там вся родня, я представляю, что сейчас с Сережей, как он волосы на себе рвет, уж не поехал бы туда. Мне Наташа Фатеева звонила, она харьковчанка, она плачет и говорит, где я могу, скажи, где я могу выступить, где я могу это сказать, у тебя есть какие-нибудь связи, я хочу найти кого-нибудь, я ничего не боюсь. Много говорили о том, что вроде там будет война, не будет войны, вы верили, что это вообще возможно? Слушай, так я тебе скажу, где-то в конце декабря вот этот Жириновский, он болен и как бы просто совсем плохо, Жириновский выступил, и я это слышала своими ушами, вышел к трибуне и сказал, надо на эту Украину напасть первого числа в 4 утра, пока они не протрезвели. Я был бы во главе государства, я бы как раз использовал сейчас, пока договорились, давайте там в Женеве, в январе соберемся, вот сейчас шарахнуть 31 декабря в ночь на первое, уже все под шофе, ну подождать, там-то разница есть в часах, поэтому часа в 4 утра, в 5 утра, когда весь этот запад будет в лёжку лежать. И не обязательно их всех бомбить, но выборочно. А я подумаю, это же уголовное дело. И дальше, когда я увидела эти страшные войска, которые, эти танки, эти, вся эта страшная военная вот эта техника идёт, зачем-то оголив восток, потому что там у нас китайцы, мы полностью защищены, ничего не боимся. Он шёл к Белоруссии и к этому Донбассу, и в общем обхватили. И дальше началось то, что они называли учения. Но я давно живу в этой стране. Эти учения по телевизору часто показывают. А тут были такие учения, когда сразу было понятно, что это не кончится учениями. А когда я услышала эту речь с историческим экскурсом... Путина? Да, гарант наш. Когда я услышала эту речь от Печенегов через Ленина, там он и Ленину попало по первое число, конечно, и Ельцину Борису Николаевичу по первое... Ну, в общем, все были виноваты, что у нас такое страшное образование, как Украина, где... Я даже эти слова запомнила. Неонацисты, наркоманы и бендеровцы. И что это больше терпеть невозможно. Потом мы увидели это страшное вообще... Ой, перекошенные лица из Совет Безопасности. Перепуганные, путающие слова, путающие присоединения Ордло к России и то, что им дают самостоятельность. Слушайте, а вот давайте здесь остановимся. Ну, вот вы действительно давно живете в этой стране. Как взрослые, ответственные мужчины, в общем, состоятельные и состоявшиеся, что можно с ними сделать, чтобы они так боялись? Они боятся или они в это верят? Во-первых, у одних амбиции. Амбиции захватить мир? Нет. Быть у власти. А это дает очень много. Вот если бы мы могли голосовать по-настоящему, и чтобы это не были псевдовыборы, были бы там другие люди. Но сейчас это власть, это деньги, это любые преференции, и иногда это яхты, иногда полеты на собственном самолете, и это они называются элитой. Потерять это все, это взять и сказать, нельзя бомбить, нельзя, нельзя нападать на Украину. Все, кто его окружают, они знают, как только они лишатся власти, все у них под рук уйдет. Более того, начнутся суды, почему у них эти виллы, почему у них яхты, а зарплата была там, допустим, сто тысяч месяцев. Сразу же это начнется. Они не могут, они привязаны уголовщиной. А более того, люди начнут говорить, почему, откуда у них эти особняки, откуда яхты, потому что они нищие. Потому что нас ждет жуткая экономика, и те, кто сейчас получает, у кого зарплата 15 тысяч, и у кого пенсия там 20-25 тысяч, и те, у кого матери-одиночки, которые работают там на низкооплачиваемой работе. Кто им будет помогать? Америка? Франция? Великобритания? Дания? Италия? Кто? Кто будет им помогать материально? Кто будет лечить их чувства вины? А кто будет вообще их лечить? Лекарства-то у нас теперь будут. Сами будем варить? кто будет лечить? Еще есть люди, которые очень боятся. Есть люди, которые будут наказаны. Они будут наказаны за то, что они рот открывают. Я даже думаю, что если все деятели культуры за вычетом Баскова, Димы, Пехцова, стыдно, нехорошо, за вычетом тех, кто это поддерживает и это не поможет. Мы подписали письмо благодаря Льву Александровичу Пономареву. Там больше миллиона подписей. Но миллион подписей в 140 миллионной стране это ничего. Это меньше, чем одна сотая. Ну какие там имена? А это неважно, мне кажется. Это же количество. Ну и качество. Я не про себя говорю. Там интеллигенции, ученые, академики. Вот эта элита не работает. В какой момент произошел раскол внутри вашей среды? Вы сейчас сказали с такой горечью про Певцова. Я не знаю. Мне кажется, жестокая ошибка. Во всяком случае. Я Певцова давно знаю. Прекрасный, талантливый человек. Я не знаю, как это случилось. Как можно так себя предать? Ради чего? Ради чего? Не знаю. И никогда не пойму. но я играю в спектакли, где одна молодежь и их очень много. И ни один человек из них, ни один не пожелает этого кошмара. Я сейчас от многих людей слышу, что я сейчас промолчу, потому что мне просто очень страшно за свою семью, мне страшно за свою работу, мне страшно за свою карьеру. Люди боятся, что артисты, что их не будут снимать. И они молчат. Вот это ощущение страха хотя бы чуть-чуть. Я вот посмотрела этот стрим у Антона Долина. Цыганов. И все время он. Он не закрывает рот. Он все время это говорит умно, взвешенный, без истерики. Здравствуйте, меня зовут Евгений Цыганов, и я против. Вы можете мне сказать, кто тебя спрашивает, и это будет справедливо, потому что действительно меня никто не спрашивает о том начинать. Там еще были замечательные артисты, хорошие. Балагов был ученик Сокорова, который здесь написал, а уж за это та, в Голливуд твоя картина вряд ли поедет, потому что у нас главный враг империя лжи. Придумал очень остроумную вещь, Владимир Владимир что вот это сообщество, которое помогает Украине, он сказал, что это империя лжи. Очень остроумно, потому что это очень подходит к нам. Врут бесконечно. Более того, Роспотребсоюз запрещает верить другим, кроме нашего телевизора. Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, да, это у меня в частушке такое. Роспотребсоюз. Частушку поет такой. Роспотребнадзор запретил верить и там этим ну всем, кроме Коношенкова. Больше мы никому не можем верить. Вы слышали, что ввели новое понятие госизмены? и в том числе и слова могут быть расценены как госизмены. Вы не боитесь наказания? Ареста? Ну, я как-то так нервничаю по поводу того, что убивают, что Харьков горит, что на Киев идут, дома-то разрушенные, люди бездомные остались на улице, старики, старухи. мужики-то сразу идут, либо кровь сдавать, вот в Харькове очереди кровь сдавать. И от этого меня просто горло перехватывает. Я спать не могу. Ну, можно ненавидеть Украину, я не знаю за что. И где там эти, я и в Западной Украине была, ну, где там эти неофашисты? Неприятные люди везде есть, в каждом городе. везде есть они. Мне, например, тоже кое-кто неприятен. И очень. И когда вся эта Государственная Дума об объявлении, что теперь Донбасс, вернее, Ордло, вот это, получают полную независимость, и теперь они родное наше государство, как Абхазия после войны с Грузией, которую я тоже обожаю бесконечно. Вон у меня дружок мой, Резу Габриац Абхазия, это еще что такое? И вот теперь, оказывается, это Ордлое. Еще не весь Донбасс они захватили. Там Мариуполь, там часть Днепропетровска. ужас. Я не знаю, то, что я говорю, поможет или нет. Надо же, чтобы все говорили. А те ребята, которые выходят на эти митинги, которых волокут волосами по земле, где совесть вот у этих одетых космонавтами, наверное, бронежилеток, потому что они очень все большие, очень толстые, и в этих вот шлемах. Волокут, стариков волокут во всех городах России, в Питере, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Хабаровске, в Москве. Ну, потом они, конечно, поедут воевать, сейчас уже там Росгвардия. Слушайте, у людей, ну, назовем это там интеллигенции, да, сейчас огромное чувство стыда и вины за то, что, например, ну, вот есть компромиссы, которые касались благотворительности, да, рот закрыл, детям помог. Есть компромиссы, которые касались гуманитарных проектов. Рот закрыл, театр сохранил. И вдруг оказалось, что все это как будто бы не важно, да, то есть рот-то закрывали, но ничего не смогли предотвратить. То есть случилось то, что случилось. Как вы считаете, ну, должны ли люди, которые шли на компромиссы ради своего дела, испытывать сейчас чувство вины? Вообще с этим чувством вины у нас очень плохо в стране. Да? Да. Да, очень плохо. Никто не чувствует вины за эти выборы, которые мы, извините, просрали из года... Я уже не хожу голосовать. Все, за кого я голосую, их ни разу никто не выбирал. Ни разу. Это что-то поразительное. А бывают очень хорошие люди, которые выдвинули их, и если бы они прошли в эти властные структуры, была бы, между прочим, другая страна. Кто в этом виноват? Мы что мы такую проворонили? А в какой момент мы проворонили? Какой проворонили, я не знаю. Где этот момент, где мы все упустили и все просрали? Я не знаю. Я не понимаю. Сегодня, в 21 веке, атомная бомба, атомное оружие, это неадекват, абсолютный. Но после того, как было сказано, что вот такая ситуация ужасающая, так подло себя ведет Украина, что уже надо грозить атомным оружием. Вот это последняя точка. Последняя. Вы вообще думали, что вы до такого доживете? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Как вы сейчас спите? Я всегда плохо сплю, а сейчас из-за этого ужаса на снотворных. Иначе не могу заснуть. В чем обычные люди сейчас могут найти утешение? не знаю. В книгах. Я вот прочла сейчас пост Глуховского, последняя его книга, потрясающая. Более того, такая метафора того, что у нас происходит и куда. Куда мы движемся? Что будет с Россией? Там эпидемия, которая называется одержимость. Не читала? Читала. от того, что люди слышат, они заболевают этой одержимостью. И спасение только одно. Они гвозди забивают в уши. И только осталась одна Московия, которую охраняют войска, а в Московии живет император. И этот император охраняется со всех сторон, но одержимые вот-вот прорвут границу, ты помнишь? Потрясающий Сорокин, потрясающий доктор Гарин, не читала? Ой, какой чудный. Тоже метафора. После войны в России, именно в России война была, вся она распалась на какие-то маленькие эти ордлок какие-то, ну, как-то иначе называется. И вот где-то в горах главный врач санаторий. Главный врач доктор Гарин начинается с этого. И это очень дорогой санаторий, где все диктаторы мира на старости лет там проходят лечение. И у каждого свои поражения в голове. И вот там есть некий Владимир, который ничего не говорит, только это не я, это не я, это не я. Помнишь? Есть ассоциации. Вам не кажется, что вы в меньшинстве? Нет, мне так не кажется. Я всю жизнь, если я не в машине и не в метро, я иду по улице, ко мне обязательно подходят люди. И подходят, чтобы сказать, как они тоже, как они благодарны, что я это высказываю, потому что они так же думают. И если бы их спросили, они бы это сказали. во Всего я же объездила всю Россию. И не только Россию. И Америка, и Израиль, и Германия перед пандемией, всю Германию, и всю Белоруссию я проехала, начиная от Бобруйска. Потому что у нас спектакль Бобруйск. Мы все из Бобруйска. Четыре человека, четыре персонажа. Как нас там принимали, замечали. Бобруйск. И дальше до Минска. И все время на улице, в фойе. Когда я иду в другой театр, на спектакль, ко мне обязательно кто-то из зрителей подходит, чтобы обсудить и этот спектакль, и поблагодарить, и за профессию, и за какую-нибудь роль, но самое главное, за вашу гражданскую позицию. Иногда мне очень неудобно, потому что что-то моя гражданская позиция, от нее ноль результат. Но сейчас я думаю, я уже обратилась к деятелям культуры, еще раз хочу обратиться. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана. Это точно. После войны, после войны, я видела, что было после войны, когда на нас фашисты напали. Как вы думаете, украинцы когда-нибудь простят не Россию, а, наверное, русских? Жутко тяжко. И не знаю. А еще с Киевом начинаю когда говорить, а я рыдать начинаю, и мне стыдно так, и не смыкаются эти связки. Я думаю, ну, при моей жизни точно не простят. И я не прощу. И я никогда не прощу. Ну, может быть, лет. Ну, вот как Германия, 80 лет. Не знаю. Но сумеем ли мы? Я помню, что такое после войны мир. Прежде всего, хочу посоветовать. Вот сейчас не надо полоть крапиву. Мы все ели крапиву, и ее не хватало. Суп из крапивы. Мы ели. Дети. Моя мама актриса, мой папа режиссер. Мы все ели суп из крапивы. Дальше улицы наполнились инвалидами, но не в инвалидных креслах. Видимо, тогда этого не было. В дощечках. Это дощечка с колесиками, и на ней без ноги. Человек катится и милостыню просит. А еще назывались самовары. Без рук, без ног. Ужас, голод, полное обнищание населения. И масса все улицы заполнены инвалидами и нищими. Вот что нам грозит. Вы были ребенком в стране, на которую напали. Я говорю, что бывает после войны. И там гибнут наши ребята. Более того, родители не знают об этом. Они не знают этого. И как? И они не знают, что их ребята воюют, они думают, что они все еще практикуются военные учебы. Я, кстати, думаю, что если кто-то что-то сможет изменить, это мамы, солдат. Я знаю только своих зрителей. Спокойных среди них не будет. Причем не из-за холодильника. Это очень важная история. Уже гибнет там очень много народу. Да, да. И в плену останется много народу. И неизвестные будут. Вот. Неизвестно, где погиб, когда погиб. и погибли или еще вернется. Ненависть. Ненависть к нам будет. А как любовь-то сохранить вообще? Не знаю я ничего. Я не знаю. Мое дело говорить и не закрывать рот. Может быть, я неграмотно говорю. Может, не так надо говорить, не это надо говорить. но говорить надо. Невольно. Вот за что погиб Мандельштам? За свои стихи. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где выйдет на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. а дальше его портрет. Тараканьи смеются усищи. Погиб человек. Ну, он это написал, а это это гулаг, это расстрел, это страшное, страшное наказание. Редактор субтитров Петхарькова Корректор Продолжение следует...